В Чебоксарах начала свою работу межрегиональная научно-практическая конференция «Патриотическая миссия просветительства в полиэтническом регионе». Она посвящена 145-летию Национальной библиотеки. Подробности в нашем материале. За свою историю она не раз меняла названия, адреса, разные переживала времена, но всегда оставалась лидером в библиотечном деле. Библиотека была создана усилиями местной интеллигенции на волне реформ второй половины XIX века. Одним из основателей библиотеки и первым выборным библиотекарем был учитель городского приходского училища Михайлов, который писал впоследствии в организации библиотеки «Я видел залог благоденствия народа». За почти полуторавековую историю цели не изменились. Национальная библиотека за последние годы превратилась в социально-культурный институт. Сейчас здесь действует Центр правовой информации, учебный комплекс. В конференц-залах регулярно проводят фестивали, презентации и выставки. Библиотека идет в ногу со временем. Здесь наладили систему виртуальных залов. Вопросами просветительства специалисты занимаются упорно. Недавно реализовали масштабный проект «Считаем Нарспи». Он объединил более 120 участников из 45 российских городов и 30 стран. Все домой пошли, а сзади и ситнер к себе побрел, затаив печаль во взгляде, словно раненый орел. На научно-практическую конференцию приехали библиотекари из девяти регионов по Волжье и Москве. Актуальные вопросы патриотического воспитания они будут обсуждать на протяжении двух дней. Гости Чуваши отмечают, что власти республики сделали правильный выбор, выдвигая на первый план человека труда. Каждое слово из названия нашей конференции – это точно сюда, это к вам. Потому что здесь совершенно уникальный опыт и культурного просветительства, и культурного строительства, и гражданского, и все это здесь. Это я говорю про Чуваши. И тема труда – это точно про просветительство, это нужно делать сейчас, просвещать в том плане, что такое труд. Это и гражданственность, и это основа патриотизма. Так что это точно здесь, это у нас. К научно-практической конференции приурочили открытие культурно-просветительского центра «Иностранки». Реализовать этот проект в Чебоксарах в прошлом году предложила Екатерина Гениева. Я должен был здесь, конечно, быть с Екатериной Юрьевной Гениевой, но, увы, прошлый год оказался для нее финальным. И, кстати, финал был здесь. Последний ее полноценный выезд, и работа была именно в Чебоксарах. Я привез книжечку, она называется «Феномен Кати». Ну, так ее звали, да, и она с радостью соглашалась. Это все остается у вас. Фонд Национальной библиотеки сегодня пополнился. Директору Светлане Стариковой вручили сертификат на приобретение книг. Тех, кто внес большой вклад в развитие книжного дела, наградили памятной медалью Года литературы. За информационное освещение Года литературы в теле- и радиоэфирах медаль получила и исполняющая обязанности директора национальной телерадиокомпании Маргарита Гартфельдер. Ольга Пырычкина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.